Дорогие мои, да-да-да, с вами снова я, Анна, и вы на канале Купить недвижимость в Испании. Сегодня я вам покажу еще одну квартиру, купленную моими клиентами. Значит, это у нас инвестирование. Квартира очень эконом-класса, таких цен уже нет давно. Куплена она в февраль 2022 года. Находимся мы в районе Ориольс, все вы его очень любите, я знаю, поэтому покупаю здесь квартиры, чтобы вы их потом снимали и жили прекрасно, радовались жизни. Значит, район Ориольс, улица Августин-Лара. Августин-Лара. Здесь нормально, более чем, адекватно все. Вот можете посмотреть на дом. Он будет скромный, естественно, но балкон есть, все нормально, и в принципе все очень даже прилично. Ну что, давайте мы с вами тогда войдем, это третий этаж без лифта. Это у нас, естественно, раз это эконом-вариант, в основном это без лифта. Давайте с вами зайдем в подъезд, посмотрим, что у нас там, ну и пойдем в квартиру. Пошли. Так, заходите. Вот такой подъезд. Ну, я не могу сказать, что он сильно плохой или там сильно хороший. Ну, нормальный, вроде как тут покрасили какое-то время назад, поэтому в принципе все очень даже прилично. Вот, видите, лифта нет, вставить его здесь некуда, поэтому, к сожалению, в этом доме лифт никогда не появится. Смотрите, давайте оценим с вами состояние дома и контингента в доме по ящичкам, да, любим мы это делать с вами. Смотрите, очень часто, кстати, вот посчитаем, два, четыре, десять ящиков. И мне, ну, иногда говорят там, да, мои клиенты, десять квартир на доме, это абсолютно не так. Здесь может быть четыре квартиры вообще, да, то есть покупаются, иногда закупаются отдельный ящичек, а иногда вот такие блоки, там, например, по шесть штук. Если десять квартир, то купят два блока, по шесть будет двенадцать. Не знаешь, что двенадцать квартир, просто какие-то ящики будут пустовать, да. Здесь я не знаю, что у нас здесь происходит, у нас с вами будет какая-то, какой-то номер квартиры пятой. Но тут сейчас вообще сложно что-либо понять, надо в любом случае будет ящик вскрывать. Здесь вообще сейчас непонятно, где чья квартира, один, два, три, четыре, пять. Здесь явно не четыре, то есть здесь как-то все перепутано. В любом случае, я не вижу, если вот так заглянуть, я не вижу, что здесь, знаете, уже когда у вас аж вываливается, да, очень много навалено макулатуры, это говорит о том, что здесь все жилое более-менее, здесь все чистится, и там они убирают это все и так далее. Смотрите, у них даже мусорка стоит, это вообще редкость, друзья мои. Ее никто не крадет, потому что она картонная, друзья мои. Я очень часто в подъездах сама покупала урны и ставила, и их все время спирали у меня. Так вот, нормально, судя по ящикам, здесь все нормально, ну, один сломанный, это вообще-то как бы не показатель, да. Все нормально, а теперь пошли дальше. Ну что, пойдемте с вами на третий этаж без лифта, посмотрим на этот шикарный подъезд. Подъезд, в принципе, грязный в меру, да, то есть там колеса, велосипедов и так далее, это все нормально. В целом все нормально. Пошли. И так, ну что, мы с вами на третьем этаже, здесь у нас две квартиры на этаже, один, и вот там вот за углом два, можете посмотреть. Всего две квартиры, и напротив вот в патио выход, смотрите. Вот, кстати, вот сюда-то лифт, и мы можем и всобачить. Но для этого нам придется немножечко забрать у... Вот если туда заглянете, вот видите, там терраска внизу, у этой терраски придется забрать кусочек, чтобы поставить здесь лифт, но терраска, скорее всего, не отдаст, поэтому вряд ли здесь он появится. Ну да ладно. Итак, друзья, вспоминаем, ну, в смысле не вспоминаем, вы еще об этом не знаете. Квартира куплена от банка, вернее, от инвестиционного фонда. Когда-нибудь в одном из видео я расскажу вам разницу, и вы все поймете. Металлическая дверь, антиокупа называется, да, против оккупантов. Здесь была сигнализация, ее отключили, а дверь осталась. То есть, когда мне будет надо, я ее уберу, пока мне не надо, потому что нужно делать ремонт, и дверь там никакая. Итак, вот такой вот у нас ключ волшебный, волшебный. Я сейчас все это дело открываю. Значит, открываем металлическую дверь, и у нас появляется вот такая красота. Эта дверь не раз выламывалась. Вот, показываю вам, да, вот видите, да? Она не раз выламывалась, она уже не подойдет, то есть, ее уже закрывать нельзя. То есть, тут, ну, явно орудовали когда-то оккупанты, вот, соответственно, мне нужно, чтобы металлическая дверь пока оставалась, так что это чудо уже не подходит ни для чего. Итак, ну что, заходим в квартиру с вами. Сейчас я вот это закрою красоту. Так, попадаем с вами в коридор. Квартира неплохая, особенно учитывая ее цену, а об этом вы узнаете в конце, естественно. Вот такой небольшой у нас коридорчик, мини-мини, но более чем достаточный. Итак, друзья, вот мы с вами в коридор зашли, теперь у нас пошла первая спальня. Вот, проходите, смотрите первую спальню. Вот такая вот у нас спальня в розовом цвете. Обратите внимание, вот окно во внутренний двор, естественно, оно будет во внутренний двор. Окошко у нас тоненькое, Аня теперь всегда вот так вот пальцами зажимает стекло. И смотрит двойное, оно или одинарное. Оно одинарное и с дыркой. Поэтому, как вы понимаете, это чудо будет меняться. Что мы еще имеем в этой комнате? Смотрите, тут зачем-то сделали такой вот шкафчик встроенный. Я бы ее назвала кладовкой. Думаю, не буду я это чудо убирать. И просто оно останется в виде кладовки. Я очень люблю эти кладовочки. Я их делаю, закрываю на ключ. И там мы храним с хозяином, с хозяевами какие-то вещи, которые нам нужны. Пожалуйста, у вас дверь. Стекло выбито. Здесь, скорее всего, жили оккупанты. Я точно не знаю, но вполне может быть, что они здесь обитали. Дальше смотрим у нас там коридорчик. Пойдем с вами туда. И вот мы по коридору прошли. Он не такой большой. И мы попадаем с вами в ванную. Итак, банковская квартира, друзья. Света нет, воды нет. Поэтому здесь темно, как вы поняли. Заходим в ванную. Сейчас вам оператор будет подсвечивать, потому что иначе вы ничего не увидите. Пожалуйста, любуемся на раковину. Но там тараканы померли давно. Американские, все как положено. Огромнейшие тараканы. Вон они там в дырочке лежат. Нет, ты им сними и пусть они их видят, этих тараканов. Не видно ни хрена. Видно. Значит, ванная очень маленькая. Естественно, это все под ремонт. Ванная, раковина, унитаз, то есть плитка. Все надо будет делать. Может быть, даже плитку не будем делать. Но посмотрим. В любом случае, квартира полная руина и полная под ремонт. Вот это вам сейчас я вам покажу. Например, вот стены замечательные. Вот идите задом, задом, задом. И посмотрите, вот тут какая красота у нас. То есть тут в готеле было его стирали, сдирали. Потом опять наляпывали. В общем, все это красили. Все это у них отколупывается теперь. Видите? Ну, в общем, обычное нормальное состояние. Квартира под ремонт. Все здесь прекрасно, все здесь хорошо. Теперь нам нужно зайти сюда. Здесь гигантская кухня, абсолютно ненормальная для Испании кухня. Смотрите, значит. Ну, тут на самом деле можно на велике кататься. Она огромная. Она, естественно, вся древняя. С окном во внутренний двор. Это чудо даже открыть. Тут металлическая сетка. Зачем она нужна, эта штука на третьем этаже, вообще мне непонятно. Ну, знаете, бабушки и дедушки, они и на пятом этаже решетки ставят. Поэтому это не показатель того, что дом плохой и так далее, и так далее. Значит, что? Все здесь будет переделано. Я вам не буду сейчас рассказывать. Когда сделаю ремонт, все увидите. Просто запоминайте, мотайте на ус. Вот лампочки, ничего нигде не горит, ничего нигде не работает. Здесь была газовая колонка, ее, наверное, сперли. Не знаю я, что здесь. В общем, вы смотрите. Так, все. Кухню мы с вами посмотрели. Пойдемте дальше. Выходим мы с вами из кухни. И идем вот сюда. Смотрите. Здесь у нас с вами очень даже немаленькое помещение. Заходите. Очень немаленькое помещение. Это гостиная, полагаю я. Возможно, здесь было когда-то еще и спальню, ее снесли. Не могу этого знать. Не знаю. Ну, места здесь много. О, смотрите, у нас балкончик есть. Что всегда приятно. Балкон немаленький, немаленький, нормального размера балкон. Ну, сидеть здесь нельзя, там чай пить, кофе, да, может быть. Но он вполне нормальный. Вид из окна, давайте оценим. Ну, что вид из окна. Скромные дома и не скромные. Вот тут совсем даже очень приличный дом. Вон, посмотрите. С белыми жилюзями. Вот. Нормальный дом. То есть улица Августин-Лара. Это более-менее адекватная улица. В районе Ориольс. Вот если голову вниз опустите, у нас там даже какое-то дерево. Несколько деревьев. Все нормально. Все вполне прилично. Кафе какое-то там есть внизу. Ну, в целом все нормально. Пошли дальше. Так. И вот у нас с вами из этой комнаты, из гостиной, да, мы идем в еще одну комнату. Идите сюда. Это у нас еще одна спальня. Увидела, как окно там наверху подушкой заткнуто. Не могу я. Умора, чего только не увидишь. Видите, тоже, я вам не раз уже рассказывала, посмотрите тоже, как низко окно расположено. Вообще в Ориольсе очень много домов, где окно вот мне по колено. Ну, очень низко расположено. То есть это неправильно. Здесь оно правильно сделано, потому что, видите, вот эта часть не открываемая, как должно быть. А это открываемая. Вот именно так окна и нужно ставить. Ну, и вот это все уберется. Соответственно, у нас останется нормальное окно. И вот такая вот большая гостиная. Фу, спальня основная. Вот, собственно, наверное, и вся квартира. Мы ее с вами посмотрели. Ну что, друзья, посмотрели с вами квартиру от банка. Теперь я вам что-нибудь расскажу о ней. Что вам рассказать? Значит, сколько она стоила? Какой метраж? Значит, где находится, вы уже знаете. Район Ориольс, улица Августин-Лара. Очень близко она тут к Песет-Александре и, соответственно, району Компонар. Дальше у нее примерно 65-67 метров. Да, у нас с вами две спальни. Да, огромная кухня. Вот такой вот большой зал, где можно сделать еще одну спальню. То есть три спальни здесь можно получить. Надо здесь делать ремонт. Видите, да, что она под полный ремонт, полная руина. Но это нормально, это квартира от банка. Значит, по цене. По цене тут интересно. Значит, стоила она, мы ее купили за 53-600. 53-600. Таких цен, в принципе, уже нет. Во-первых, это третий этаж без лифта, а не пятый без лифта за 53. Во-вторых, это не район Тресфоркес, а револьс он разный. И здесь есть и плохо, и хорошо. То есть, ну, как бы терпимо. Терпимо, жить можно. Вот. Что касается, когда мы ее купили, это февраль 2022 года. Соответственно, сделаем ремонт, я вам ее покажу после ремонта. Что еще? История покупки. История покупки. Покупали с моим инвестором, с которым мы работаем с 2015 года. То есть уже 7 лет, у нас скоро юбилей. И мы с ним очень долго искали, несколько, ну, сколько, несколько месяцев? Да не, несколько месяцев. Наверное, месяцев 6-7 мы искали. И вообще инвестировать становится невозможно. Цены очень высокие. И, ну, невыгодно, да? Очень тяжело найти хороший объект. Поэтому мы сидели в засаде и долго искали. Значит, я посмотрела эту квартиру, наверное, в ноябре 2021 года. Да? В ноябре или даже, может быть, в октябре. Я посмотрела, она была 63 тысячи. Я посмотрела, мне говорят, ну что, ну как тебе? А я действую по доверенности, то есть хозяева не приезжают. Я говорю, ну как? Говорю, квартира хорошая, то есть у нее есть потенциал, ее можно отремонтировать, все будет хорошо. Но цена явно не соответствует. Какие 62? Ну, вы, говорю, шутите, что ли? А сколько, а сколько? Я говорю, да ну десятка минус, это точно. Не-не-не, а инвестиционные фонды, они в принципе не торгуются, там они за тысячу удавятся. Я говорю, да ради бога, я говорю, даже с вами спорить не буду, продавайте дальше. Прошло месяца три, и вдруг она появляется за 53 на сайте, и я быстрее своему инвестору говорю, так, надо брать. Он говорит, давай беги, резервируй. Я, ну, бронируй, да, я, значит, пишу, что бронирую. Он говорит, а не прокатит. Я говорю, что случилось? Он говорит, ее выставили на аукцион. То есть это цена 53, это стартовая цена. На аукционе кто дороже предложит? Я говорю, ты что, шутишь? Он говорит, представляешь? Я говорю, ну нормально, ну давай, давай, вперед. Он говорит, давай я участвую в аукционе. Я говорю, да не буду я участвовать. Я говорю, больше я за нее и не дам. Он говорит, Таня, я тебе скажу по секрету, ты будешь участвовать одна. Поэтому участвуй, предлагай что-нибудь больше 53, и нормально купишь. Я говорю, ну ладно, давай, говорю, ну говорю клиенту, говорю, ну что, сколько предложим? Я говорю, давай предложим 53, 100 и все. Нет, Аня, а вдруг кто-то еще будет участвовать? Я говорю, и что? Сколько ты предлагаешь, 60 предложить? Нет, ну давай предложим 53, 500. Я говорю, ну давай 53, 500. Нет, 53, 500 не будем, давай 53, 600. Потому что если вдруг кто-то предложит 500, а мы вот 600. Я говорю, блин, ну ладно, как хочешь. Оно не принципиальное. Я говорю, никто больше не участвует. Ну вдруг кто-то еще участвует, но он бы тысячу предложил. В общем, 600 евро лишних потратили мы, короче, не надо было вообще, надо было предложить 53-100 и успокоиться. Ну да ладно. В общем, там вот эта вся катавасия, мы выиграли этот аукцион, в котором участвовали только мы, и вот это вот все долго-долго длилось, и вот такие, опа, и мы сейчас с вами ее видим. Что сказать, как оценить? Я считаю, что цена нормальная для нее, ремонта здесь будет ого-го-го-го-го-го, как дорого. Вообще, я вам скажу, друзья мои, цены на ремонт очень выросли в 2021 году и 22-м. Почему? А все очень просто, потому что вот эти вот годы коронавирусные, да, там 20-й, который был коронавирусный, все сидели по домам, 21-й, где кто-то сидел, кто-то не сидел. Помним, что мы в Испании, и Испания, и цены в Испании ориентируются на испанцев, не на приезжих, и не на инвесторов. Поэтому, пока испанцы не зашевелятся, а они зашевелились в 2021 году, их, видно, отпустило немножко, и они начали покупать в таком количестве и ремонтировать в таком количестве, что очень сильно выросли цены на все. На все, и в том числе на недвижимость, на ремонт, и на все, что связано с квартирами. Поэтому цены сейчас очень высокие, ремонт нам, наверное, встанет тысяч 30 минимум. Ну, посмотрим, посмотрим, все вам расскажу, все вам доложу. Итак, ну что, здесь у нас цель покупки, вы поняли, инвестирование, то есть это под аренду квартира. За сколько мы ее будем сдавать, я пока не буду говорить, потому что мне нужно видеть результат конечный после ремонта. Вот, и мне нужно, соответственно, знать определенные моменты. Дальше, что касается плюсов и минусов квартиры. Ну, минусы, ясное дело, это лифт, отсутствие его, вернее, да, отсутствие лифта, третий этаж, лимит для меня. Что еще, наверное, какие минусы? Ну, что-то есть в колодец, но это, если честно, для меня вот это один минус, да. То есть, что нет лифта, ну, хорошо, минус, давайте скажем, район Ориольс. Хотелось бы получше район, но, друзья мои, тут сразу мы компенсируем все ценой. За 53 тысячи идите поищите в другом районе что-то, да. Вот, соответственно, это мы переходим к плюсам. Цена. Ну, состояние это минус, но опять-таки у нас цена, да, она определяет все. В принципе, квартира светлая, когда здесь будет свет, и вообще из окон есть свет здесь. Вот, то есть нормально все. Одно окно внутреннее, кухня внутренняя, и здесь вот внешнее. В принципе, все нормально. Тут особо минусов-то и не наковырять. Плюсы, ну, я говорю, что не сильно высоко, светлая квартира, будет отличный ремонт, будет все красиво и все замечательно. Собственно, давайте на этом мы с вами остановимся. Увидимся с вами в новых видео. Желаю вам удачных покупок и всего хорошего. Всем пока.